Обращение лидеров мусульман относительно заявлений некоторых имамов России о джихаде против Украины. Во время полномасштабного вторжения России в Украину, некоторые представители мусульманского духовенства России провозгласили джихад против Украины, участие мусульман в котором якобы является обязательным, а погибшие в этой войне считаются шахидами. В частности, об этом заявил муфти Чечни Салах Межиев и некоторые другие богословы из России. Центральное духовное управление мусульман России во главе с муфтием Талгатом Таджуддином также поддержало войну России против Украины. Мусульманские духовные лидеры дают разъяснение этим призывам с точки зрения исламского богословия, норм мусульманской этики и права. Является ли война России против Украины джихадом для мусульман? Является ли для мусульманина обязательством воевать против Украины и будут ли считаться шахидами те, кто погибнет за преступные идеи Путина? Война мусульман России на территории Украины никак не может быть джихадом, поскольку Россия не является исламской мусульманской страной. Россия является агрессором тем, кто нападает, захватывает чужие территории, поэтому Россия является притеснителем, угнетателем. И те, кто воюет сегодняшний день в российско-украинской войне, они являются захватчиками. Джихад как составляющая война и мира в исламе. И джихад это если есть халифат мусульман и за флагом исламской страны люди защитят, этот называют джихад. Это один вариант. И второй, если мы защитим от себя, защитим от нашего дома, защитим от нашего народа, все равно это мусульманская страна или не мусульманская, мы граждане Украины, мы живем в Украине. И другие солдаты пришли к нам, мы не пришли, мы на их земле, на их территорию, они пришли к нам. Этот момент, что называем джихад, это конкретный подход для мусульман Украины. Те, кто служат в российской армии, эти люди не являются мусульманами. Те, кто сами добровольно туда идут, контракт подписывают, эти люди по исламу, выходят из ислам. Потому что российская армия убивает мусульмана в Сирии, и они агрессоры в разных странах. Ни один мусульман, который следует истинной религии, не может служить армией России. Кроме, конечно, муфти благословляют на эту войну Украине муфтияты разных регионов, но эти все муфтияты получают деньги от федеральной казны, эти люди, которые себе продались. А те, кто туда идут, или они продались, или они попали под влияние пропаганды, они глупцы, которые не понимают, что они творят. Как действовать мусульманам, которые оказались в составе российской оккупационной армии на украинской земле? Если мусульмане России оказались в рядах вооруженных сил РФ, так или иначе, осознанно, неосознанно, но потом осознали, что они ошиблись, то, естественно, они должны бежать, они должны найти всяческие оправдания, чтобы не участвовать в прямых боевых действиях и вернуться к себе домой. Я не знаю, там, нечаянно заболеть, найти любые какие-то оправдания. Если же их принудили, вынудили, то есть кинули, как говорят в народе, на первые ряды, то сдаться в плен. И сдаваясь в плен, можно ссылаться на обращение муфтия Крыма, и я об этом говорил, оно выложено в Ютубе, говорит, что я мусульманин, я понимаю, что я ошибся, меня вынудили, принудили. Вот было обращение, я это услышал, то есть я ищу защиты здесь. Для мусульманных других стран, кто проходили к нам, это они не джихад, это неправильно башариатский, никак. Является ли обязательством для мусульман Украины защищать ее от российского агрессора, который пришел с войной? Это не святое обязательство, а личное индивидуальное обязательство, то, что называется в исламе форт айн. То есть есть обязательство каждого человека перед Всевышним. В данном случае защищать свою землю, свои дома, свою честь, свое имущество, потому что порок Мухаммад, мир ему, он прямо велел это. Тот, кто сражался и умер, защищая свое имущество, защищая свою честь, свою религию, тот умер шахидом, то есть свидетелем за веру. А если они пришли к нам, это не надо остановить или ждать. Надо сразу все граждане Украины, из всей национальности, меньшины, все религии, мусульмане, христиане, евреи, нет разницы из украинцев, все надо защитить их народом. А кто из мусульманов, граждан Украины, умер в этой войне, в этот момент он шахид. Те, кто воюют на стороне Украины, умеют гражданство Украины, живут в Украине, мусульмане, они имеют право и должны встать и защищать свою землю, свои семьи. Для них это джигад, и иншаллах, они будут шахидом на этом пути. Как мусульмане Украины должны действовать относительно единоверцев, которые пришли с оружием и насилием в составе российских войск? Они должны делать то, что должны делать с любым захватчиком-оккупантом, независимо от его религии, цвета кожи и так далее. Если смотреть даже на Коран, то в Коране есть прямые тексты, в которых говорится. И если две группы мусульман, начали сражаться, то попытайтесь примирить их. А если вы же не можете, то сражайтесь с той, которая является притеснителем, с той, которая на стороне зла, до тех пор, пока она не вернется к поверению Всевышнего. Поэтому в данном случае мусульман Украины, который защищает свои земли, есть прямой довод из Корана. Если защиты от народа нет, мусульмане Украины должны защитить как солдаты. И кто солдаты, кто-то врач, кто-то учитель, кто-то общинственные организации, все помогают лидеры религии, каждый делает ему задачу. Это большой, добрый, если они должны делать это, не только думают. Потому что я, как сказал, изначально, если наша страна правда, и мы знаем, она правда, и мы защитим от себя, от наших народов, в этот момент мусульман Украины надо защитить, не остановить. Те, кто служат в российской армии, эти люди не являются мусульманами, те, кто сами добровольно туда идут, контракт подписывают, эти люди по исламу, выходят из ислам, потому что российская армия убивает мусульман в Сирии, и они агрессоры в разных странах. Ни один мусульман, который следует истинной религии, не может служить армией России.